В самолёте было 10-15 человек, поэтому, когда я вышла на самолёт, я себя чувствовала очень хорошо. Но если бы самолёт был бы полон, мне для того, чтобы прийти в норму, нужно было обязательно попасть рядом с костром, затем принять ванну. Большинство людей на свете не экспериментировали с возможностью пребывания несколько часов рядом с пламенем огня и пребыванием в воде. Поэтому нужно этому научить себя, а приобрести навыки и использовать их каждый раз, когда мы чувствуем себя переполненными другими. Вы думаете каждый день? Вы должны это сделать каждый день? Вы думаете, каждый день правильно? Мне? Да. Для нас. Вы имеете в виду, что нужно делать это каждый день? Это зависит от образа жизни, который вы ведете. И ваше сознание, ваше тело вам подскажет, как часто это нужно делать именно вам. Нужно научиться внимательно слушать тело. Большинство людей только занимается аккумулированием боли и напряжением. И заставляют свое тело функционировать, даже если не чувствуют, что это правильно. Поэтому, когда мы делаем это, внуждаем тело, то мы неправильно взаимодействуем с ним. Не уважаем тело. Все священные книги, все соглашаются в одном, что тело человека находится в этом храме Бога. Это живой храм. Ходящий храм. Прекрасный храм. И не очень много людей реально задумываются над тем, какое же чудесное, уникальное творение человеческое тело. И это творение, это тело, оно было создано для того, чтобы существовать вечным. И хорошая новость в том, что нам не нужно ничего специально делать для того, чтобы стать бессмертным. Но мы продолжаем делать то, что убивает нас. А если мы не делаем то, что необходимо для убийства тела, то тогда естественная тенденция, природная тенденция тела – это жить лично. Я имею в виду фотографии. У меня есть фотографии людей, которым две сотни лет и девять сотни лет. Вот это, например, фотография человека, которому девять тысяч лет. А вот это фотография человека, которому две тысячи лет. Еще есть фотография женщины, которой тоже две тысячи лет. Вот так можно выглядеть в десять тысяч лет. Это пример тех людей, которые не разрушили свое тело. А где они живут? А где они живут? Where do the people live? Well, one of the nine thousand years old lives in India. Существова на первых фотографиях есть, которому девять тысяч лет. Он живет в Индии. И я встречал двух людей. И я встречал двух людей, которым по две тысячи лет. Они живут люди. И выглядят очень здоровыми. И выглядят очень здоровыми. Йоги, йоги, йоги. Йоги? Йоги, йоги. Некоторые из них, да, йоги. Вы были в ашраме на нотал йоги? Я был? Да. Да. Один из моих любимых мотариоков, Иисус, 2000-летний. Мой любимый, Иисус, 2000-летний. Ему 2000-летний. Есть физический иммерталити семинар once every 108 лет for the last 700-летний. Every 108 years. Если ты дай, will you set him in this? Ему сейчас 2000-летний. Да, ему сейчас 2000-летний. И он проводит публичные семинары по физическому бессмертию в сентябре. One 708 years. Ага. Каждые 108 лет. For the last 700 years. По крайней мере, по... Несколько... Последних несколько сотен лет. And the next one will be in 2006. In September. On the new moon. New moon. Aha. На растущем луне. На новую луну. Ага. На растущем луне. На новую луну. А какой день рождения? И... Does this Yogi remember his birthday? Remember what? His birthday? Sure. Безусловно. Его зовут Иисус Христос. И он делает это в месте, которое называется Сариска. Сариска. С-А-Р-И-С-К. И каждый туристический агент в Дели знает, как попасть в этот Сариск Христос.